С 10-летней Кати Тоскаевой мы познакомились в Приморском океанариуме. Для нее и для другого воспитанника школы-интерната для слабослышащих Димы Терпугова здесь устроили уникальную экскурсию. Больших морских обитателей девочка побаивается, но рассматривать животных и рыб в аквариумах готова часами. История Кати нашла большой отклик в сердцах жителей Приморья. Девочке требовался современный слуховой аппарат. По полису Кати обеспечили звукоусиливающим аппаратом, но выданное устройство вызывает у ребенка только дискомфорт, пищит и издает неприятные звуки. Я смотрела даже вот у нее на двух ушах аппаратики. На одном, видимо, более-менее аппарат, и он стоит у нее на троечку, то есть хороший звук. А другой она его прям выключила, на минимум, на самый поставила, потому что, видимо, мешает ей плохо от этого, вызывает дискомфорт. Несколько лет назад ее забрали из неблагополучной семьи. Родители, которые вели асоциальный образ жизни, лишили родительских прав. Родного брата Сережу поместили в дом ребенка, но в прошлом году в жизни маленькой девочки случилось чудо. Катя обрела новую семью. Девочку взяли под опеку в ту же семью, где сейчас воспитывается ее младший брат Сережа. Но из-за плохого ухода в младенчестве и в детстве Катя часто болела, хронические воспаления вызывали проблемы со слухом. Сегодня у девочки хроническая нейросенсорная двусторонняя потеря слуха третьей степени, и заболевание прогрессирует. А 120 тысяч рублей на новый слуховой аппарат семья, где одной мамы воспитываются четыре приемных ребенка, были непосильной ношей. Но жители Приморья в беде девочку не оставили. Кате Тоскаевой требовалась сумма в 120 тысяч рублей. Но эта история настолько запомнилась жителям Приморья, что для нее, благодаря вашим смс-сообщениям, удалось собрать даже больше – 188 тысяч рублей. По решению Русфонда, как и всегда в подобных случаях, остальная сумма пойдет на лечение других деток, которые сегодня, так же, как и Катя, нуждаются в финансовой поддержке. Таким образом, благодаря героине наших сюжетов, скорейшее лечение получат и другие подопечные Русфонда. Так, в вашей помощи сегодня нуждается 6-летняя Алина Настевич. Совсем скоро 8 канал отправится в гости в эту семью, и мы обязательно познакомимся лично. Но помощь малышке необходима уже сегодня. У девочки сахарный диабет первого типа. Алина вместе с родителями живет в селе Осиновка. Матери с работы пришлось уволиться, чтобы ухаживать за девочкой. Отец в настоящее время не работает. В селе нет вакансий. Тем временем девочке очень нужна драгостоящая инсулиновая помпа. Аппарат избавил бы малышку от болючих уколов. Течение заболеваний у Алины тяжелое, с высокой потребностью в инсулине. Девочку необходимо перевести на помповую инсулинотерапию. Это позволит избежать развития осложнений и улучшить качество жизни ребенка. Рассказала детский эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний Наталья Павина. Необходимая инсулиновая помпа стоит 208 тысяч рублей. Таких денег у жителей села, конечно, нет. Необходимость обусловлена и тем, что совсем скоро девочка пойдет в школу. Поэтому 8 канал снова обращается к телезрителям. Чтобы помочь, нужно отправить смс-сообщение на уже известный вам номер 5542 со словом «Дети». Для абонента смс обойдется в 75 рублей, а для маленькой Алины такой вклад может иметь большое значение. Инна Щедрова, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Новости на восьмом.